Всем добрый день! Сегодня у нас тема вебинара сравнения настройки формы BDDS в 1С ERP управления предприятием и 1С управления холдингом. Меня зовут Константин Алексеев. Пару слов о себе. Больше пяти лет занимаюсь автоматизацией на ERP и в последнее время на управление холдингом. Занимался финансовым блоком, бюджетированием, казначейством, управленческим учетом и в той или иной степени другими блоками. Пару организационных моментов. Вопросы, если у вас появятся, пишите в чат, я на них отвечу в конце. По поводу записи. Запись будет на нашем YouTube-канале. Ссылку вам, думаю, разослали по почте. Теперь начнем. У нас задача сегодняшнего вебинара это посмотреть порядок создания бюджетов на примере BDDS в ERP и в управление холдингом отдельно. И посмотреть, чем они отличаются. У нас нет задачи именно сравнить две системы или выбрать из них какую-то. Мы посмотрим именно функционал. Как в одной системе, как в другой системе. По поводу сегодня я какие-то вещи буду пропускать, потому что вопрос бюджетирования в каждой системе он объемный. Какие-то вещи я пропускать буду, но вы можете посмотреть вебинары, в том числе на нашем канале, отдельно по бюджетированию ERP, отдельно по бюджетированию управления холдингом. Ну, давайте начнем. Какая у нас сегодня программа? Мы посмотрим, какие объекты нужны нам для бюджетирования в той и в другой системе. Мы посмотрим алгоритмы в той и в другой системе. Мы настроим один бюджет, некий оперативный бюджет и консолидированный бюджет BDDS. Ну и в каждом из BDDS мы сделаем расчет кассовых разрывов. Это позволит показать и как делать бюджеты, и как заполнять бюджет на основании бюджета и какие-то отдельные вещи по заполнению формы. По различиям. На экране у нас сейчас объекты бюджетирования ERP – это те объекты, которые используются в системе. Основные элементы – это вид бюджетов и экземпляр бюджетов, которые мы будем сегодня использовать. Все остальные вспомогательны. Так, по ERP. Это те элементы, которые есть в системе, которые можно использовать для тех или иных целей. Но общая система, алгоритм создания бюджетов в ERP выглядит примерно так. У нас есть вид бюджета. Мы его настраиваем на основании него. На основании настроенной формы мы вводим экземпляр бюджета. Фиксируем данные в системе. Общая схема примерно такая. Все остальное тянется к этой системе. По поводу управления холдингом. Здесь у нас есть виды и бланки отчетов, в которых мы настраиваем формы. Мы должны сделать регламент подготовки отчетности, в который обозначим те подразделения, по которым будут вестись бюджеты, вводиться данные. И нужно открыть отчетный период. Управление отчетным периодом. Мы все это посмотрим в системе. Вот так выглядит один из вариантов настройки бюджетов BDDS. Можно сделать и в одной, и в другой системе. То есть и та, и другая система позволяет сделать всю последовательность оперативных бюджетов и сделать консолидированные бюджеты. Дальше у меня несколько слайдов. Это у нас оперативные бюджеты. Примерно так выглядит в управлении холдингом. Это у нас консолидация BDDS разрывов тоже в управлении холдингом. Но это у нас кассовые разрывы ERP. Мы это все посмотрим сейчас в системе, поэтому пока от презентации мы уйдем. Что мы будем делать в системе? Мы представим, у нас есть некий в Excel BDDS. Вот наш BDDS в Excel, который мы хотим сделать. У нас есть остаток на начало периода. Слева у нас некие сроки и показатели. Сверху у нас месяца. И вот у нас отдельно есть колонка NDS. У нас есть остаток на начало периода. У нас есть поступление денежных средств. У нас есть выплаты денежных средств, которые подразделяются на 5 разных строчек. У нас есть расчет денежного потока. У нас есть остаток денежных средств. Переходящий остаток денежных средств из месяца в месяц. В Excel, как это делается в Excel. У нас есть некие формулы, которые рассчитываются вот здесь суммой. У нас есть такая колонка NDS, на которой мы просто покажем, как можно такую колонку сделать в начале бюджета в той и другой системе. Мы начнем с ERP. Мы начинаем создавать бюджеты. Соответственно, нам нужно сделать вид бюджета. Мы переходим в бюджетирование и планирование. Сначала нам нужно сделать форму. Соответственно, мы делаем форму. Настройки и справочники. Вид бюджета. Создать. Я пишу, ну, допустим, BDDS. Нет, оперативный бюджет назову. Оперативный бюджет для ввода данных. Здесь у нас галочка «Использовать для ввода плана». Значит, мы по этой форме будем вводить данные в систему. Коллеги, как я и говорил, я некоторые вещи буду опускать, потому что слишком объемные темы, но какие-то основные вещи покажу. У нас есть модель бюджетирования, в которой настраиваются некие триггеры, что бюджеты будут по организациям, по подразделениям, и что они будут утверждаться. Можно здесь сделать периодичность бюджетного процесса. Бюджетный процесс не будем сегодня рассматривать, но здесь это можно сделать. Больше нас здесь ничего не интересует. Здесь мы указываем периодичность, месяц, потому что нам нужно по месяцам сделать. Больше нас дальше ничего не интересует. Все стоит как нужно. Дальше структура бюджета. Вот это главный конструктор ERP, в котором мы делаем все бюджеты. Извините. Соответственно, что здесь есть? Слева у нас те элементы, которые мы можем использовать. Справа структура бюджета, где мы настраиваем саму форму. Ну и сверху несколько кнопочек проверки, отчетов, создать экземпляр. Что мы делаем? Нам нужно сделать нашу экселевскую форму. Мы перетаскиваем таблицу. Вот у нас есть такой элемент, как таблица. Если открыть, вот тут строка есть. Нам строка не нужна, у нас есть таблица. Давайте все равно поясним, что здесь есть. Здесь есть заголовки, нередактированный текст. Это нам неинтересно. Есть статьи бюджетов. Как я показывал на первом слайде, есть такой объект системы статьи бюджетов. Что они из себя представляют? Здесь прямо вот статьи. Они нам понадобятся, поэтому я расскажу. Это отдельный справочник. Вот, например, коммерческие расходы. Отдельный справочник, в котором мы можем указать название. Мы можем указать аналитики этой статьи, чтобы запланировать в аналитике. То есть, если мы указываем здесь контрагенты, то мы в бюджете можем планировать в разрезе этой аналитики. В разрезе контрагентов. Мы сегодня этого делать не будем. Я где-нибудь покажу, где это сделать, но делать, я думаю, не будем. Все. У нас есть статьи, у нас есть показатели. Показатели – это некие остаточные объекты, показатели. То есть, если статьи создают движение, это оборотные объекты, то показатели – это некие остаточные элементы, на которые могут повлиять статьи. Ну, то есть, для примера, вот денежные средства мы будем рассматривать. Начальный, конечный остаток, чтобы спланировать, будем планировать из денежных средств. Если по аналогии с бухгалтерским балансом, то статьи – это некие расходы, которые создают проводки, а показатели – это балансовый лист. Те остатки, которые на конец периода создаются. Дальше. Производный показатель. Производный показатель – это чтобы сделать некий расчет, некую формулу, некую цифру посчитать. Нефинансовый показатель сегодня использовать не будем, просто скажу, что это такой дополнительный инструмент, где можно ввести данные, и они будут в бюджете вытаскиваться. Их можно подтянуть в бюджете из нефинансового показателя, если вам не нужно где-то там в каком-то месте их фиксировать. Но вам нужны эти данные, допустим, ставка НДС или ставка расхода какого-то материала. Вот это вот про нефинансовый показатель, в том числе про цены. Цены тоже через нефинансовый показатель можно подтянуть без повторного, без факторного фиксирования где-то в системе. Редактируемое значение – просто текст будет редактироваться, таблица – это наша таблица. Измерения – это как раз вот все такие вещи, которые можем подтянуть. Если вот период – это период, понятно. Такое измерение, которое мы можем добавить и планировать уже в рамках этого, в этой периодичности. Аналитики – это как раз вот те аналитики, в рамках которых мы можем планировать. Валюта, группы, группы – это чисто такие… Группы и формулы – это чисто такие оформительские вещи, чтобы были суммы, чтобы группировки были по статьям. Вот такие вот вещи. Начнем делать. Берем таблицу, перетягиваем. Мы сначала попробуем сделать простую таблицу. Мы сегодня сделаем простую и сложную таблицу. Делаем простую таблицу. Чем простая от сложной отличается? Простая – это жесткая настройка. Слева показатели сверху месяца или сверху показатели слева месяца. Именно пересечения вот этих объектов настраивать нельзя. Сложная таблица – это можно настроить прям каждую ячейку. Мы сегодня посмотрим это. Создаем простую таблицу. В колонки мы добавляем наш месяц. Месяц перетягиваем. Ничего я не делаю. Нам нужна еще колоночка НДС. В колонках я ее перетаскиваю. Здесь вот пишу НДС. Процент. Теперь строки. Нам нужно сделать первый бюджет. В первом бюджете у нас будут только те данные, которые вводятся. У нас вводится поступление и вводятся вот эти вот шесть строчек. Пять строчек по расходам. Как это сделать? Мы будем подтягивать. У нас простая таблица, поэтому мы берем статьи. У меня уже созданы статьи, поэтому я просто захожу. Ищу мне нужные мне статьи и перетягиваю. Детягиваю. Поступление. Оплата зарплаты, коммерческая, взносы, общехозяйственная, оплата сырья. Все, мы перетащили. Вот эти данные будут у нас вводиться в системе. Для того, чтобы ввести данные, нам больше ничего не нужно. Ни суммы, ничего не нужно. Нажмем записать. Все, мы оформили бюджет. Если в простой таблице. Теперь попробуем его ввести. Так, модель. Сейчас, секунду. Модель. Коллеги, извините, не туда. Не в ту модель. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Пусть будет та же самая. Да, записать. Создаем бюджет. Создать экземпляр бюджета. Основная модель. Вид плана. Наш план. Сценарий. Ну, введем. Вот основные помесячные у нас есть. Организация. Я люблю в демобазе металлсервис указывать. Здесь мы указываем год. 2023. Идем в бюджет. Идем в бюджет. У нас появились наши статьи. У нас есть наши месяца. Есть НДС. Попробуем все это ввести. Допустим, здесь 600. Здесь по 100 тысяч. По 100 тысяч. Я все это скопирую. И я размножу все это вправо. Здесь кнопочка «Скопировать во все периоды». Все. У меня указались за все периоды цифры. Но НДС. Видите, что произошло. Он не работает. То есть НДС, который здесь должен просто вводиться, он просто-напросто не работает. коллеги, извините, у меня техническая проблема, что-то зависло здесь, завис сервер. Вот НДС у нас сейчас не работает. Почему? Данные не вводятся. То есть данные какие-то появились, но я думаю, это просто какой-то итог. Я попробую провести его, этот бюджет, и посмотреть, какие записи он создал. Я нажму отчет движения документа. По этой кнопке я вижу, какие движения он создает по тем или иным статьям. Я вижу, что он создал какие-то движения с моими цифрами. Но я вижу, что даже те неправильные цифры по НДСу, они нигде не появились. Просто-напросто не появились. Почему? Потому что здесь нужно настраивать через сложную таблицу. Именно чтобы появилась вот эта колонка, нужно сделать через сложную таблицу. Давайте попробуем сделать. Я захожу снова в вид отчета. Все здесь. Стираю всю эту таблицу. Она мне не нужна. Я сделаю новую таблицу. То, как я сейчас показал, это можно сделать через простую таблицу. Через статьи. Так тоже можно, если вам не нужно указывать, не нужна какая-то специфика, не нужно создание каких-то специфичных объектов. Пожалуйста, можно через простую таблицу делать. Я показал, как это можно сделать. Мы, по сути, создали уже бюджет и ввели данные. Мы создадим сейчас сложную таблицу. Создать. И теперь мы в колонке добавляем то же самое месяц. И добавляем НДС. Вот я добавляю строку. Я просто перетаскиваю, потом переименовываю. Завершить редактирование. А теперь, чтобы уметь сделать строки, мне нужно сделать не статьи, не перетаскивать статьи, а сделать строки. Те же самые строки, которые у меня есть. Потому что мы уже не фиксируемся на статьях. Теперь я просто делаю те же самые строки, которые у меня были. Копирую название. Все, те же самые строки у меня появились. Теперь, как настраивается сложная таблица. Мы заходим в «Настроить ячейки». И здесь появляется вот такой небольшой арм, где мы будем настраивать наши статьи. Как это делается? Допустим, по статьям. Мы нажимаем на статью. На месяц я нахожу свои статьи и нажимаю, чтобы ее добавить. Если мы еще раз на нее нажмем, то здесь будет вот такое вот поле, где можно провести какие-то настройки. Но сейчас мы не будем это делать. Я сначала настрою. Теперь оплата сырья. Вот они, кстати, появились не совсем правильно. Они появились... Заработная плата. Не совсем последовательно. Поэтому здесь нужно это учитывать. Извините, коллеги, опять зависло. Не знаю, что-то почему-то тормозит сегодня. Оплата коммерческих и оплата налогов. Мы ввод данных по этим статьям в этом бюджете настроили. Но теперь что делать с НДС? Теперь здесь мы можем настроить вот это вот просто колонка, а вот это вот измерение, которое мы добавили. Вот видите, здесь измерение, а здесь колонка. Соответственно, мы можем добавить здесь... Как это сделать? Нужно зафиксировать данные. Если оставить как есть, то данные в самом бюджете ввести можно, но они фиксироваться нигде в системе не будут. А если они не будут в бюджете нигде фиксироваться, то мы не сможем их нигде не вытащить. Поэтому один из способов, как это сделать, это сделать еще одну статью, такую же назвать НДС, с такими же аналитиками. Назвать НДС процент. Просто-напросто. И зафиксировать. Это можно зафиксировать через нефинансовые показатели. Это можно как-то вытащить данные из других источников. Но можно сделать просто, сделать еще одну статью с таким же названием и с НДС. Ну, с названием. И рассматривать ее как НДС. Допустим. На этом месте может быть любой другой показатель. Здесь может быть редактируемый текст. Но единственное, редактируемый текст ERP, он не фиксируется. Здесь может быть какой-то показатель, коэффициент распределения расходов, коэффициент затрат какой-то на производство. То есть все, что угодно может быть. Я сделаю один пример, вот просто в одной строчке. Потому что он у меня есть. Просто чтобы посмотреть. Нажимаю завершить редактирование. Нажимаю записать. Перехожу в экземпляр бюджета. Он у меня уже создан. Я ничего с ним делать не буду. Я просто перевыберу мой бюджет. Иду в бюджет. И вот, в принципе, та же самая. Делаю все то же самое. Сто тысяч. Сто тысяч. Скопирую и скопирую во все периоды. Видите, здесь никаких ошибок уже не появилось. Потому что вот эти строчки вообще не заполняются. Вот эта строчка у нас фиксируется отдельной статьей. Я здесь пишу 20. Нажимаем провести. Я зайду в движение документа. И посмотрю, что у меня кроме того, что зафиксировано в статьях по суммам, вот 20 зафиксировал саму НДС. Смысл всех этих манипуляций в том, чтобы зафиксировать данные в записях, в регистре. И чтобы потом можно было их вытащить. Все, мы создали экземпляр бюджета. Давайте я его сразу утвердить. Утвердить нажму. Здесь есть статусы. Соответственно, если не нажать утвердить, то в дальнейшем в отчетах мы можем просто не увидеть этот отчет. Мы можем просто не увидеть этот бюджет, эти данные. Просто потому что не нажмем там определенную галочку. Я покажу. У нас есть бюджет. Нам нужно сформировать вот такой ВДДС. Я буду делать не форму ввода. Я сделаю отчет. Отчет, в котором посчитаются все те цифры, которые мне нужны. Остаток, какие-то суммы, какие-то денежные потоки и остаток. Я это выключаю. Мне даже не нужно делать все заново. Я просто нажимаю скопировать. Вот эту кнопочку скопировать. Я называю его ВДДС. И убираю вот эту галочку использовать для ввода. Структура бюджета. И здесь у нас это уже отчет, поэтому некоторые элементы на самом деле слева ушли. У нас это отчет. Я хочу сделать еще одну строку, еще одну строку. Получается, три строки. Извините, коллеги, мошенники звонят. Делаем остаток движения денежных средств. Выплату денежных средств. Еще одну строчку надо было добавить. Денежный поток. А, нет, стоп, почему? Выплатят денежные средства, то у нас будет группа, извините. Денежный поток. Так вот. И остаток денежных средств на конец периода. Теперь я остаток на начало периода ставлю вверх. Денежный поток и остаток на конец остаются внизу. Теперь я добавляю такую группу. Слева. Ставлю ее. Ну, пусть будет две группы. Вот здесь группа будет и вот здесь. Вот эта группа будет полностью повторять информацию с поступлений. Мы вот так вот перетащим прямо в группу. И вот эта группа будет называться выплатой денежных средств. То есть это будет некая сумма по всем нашим затратам. Я выделяю в статье и перетаскиваю в выводу. Вот они, кстати, по-другому встали. В статье. Потому что там зависит от того, с какого края вы начинали выделять. Вот если вы начали выделять там сверху, допустим, то он с определенного значения будет копироваться. Теперь я добавляю формулу к группе, чтобы у меня была сумма по всем значениям. Теперь мы идем в настройки ячейки. У меня сохранились настройки. У меня есть статьи. У меня есть... То есть сохранились статьи, даже вот НДС сохранился. Как бы мы это делали без сохранения? Просто опять же то же самое нажать и выбрать то, что вам нужно. В данном случае мы выбираем... В данном случае я хочу настроить остаток денежных средств. Я нажимаю остаток денежных средств за месяц. Мне нужны не статьи, а показатели. Я нажимаю денежные средства. Показатель денежных средств. Наверное, быстро показал. Давайте еще раз. Ищу показатель. Я ищу свой показатель денежных средств. Нажимаю на него. Еще раз покажу, как связаны показатели и статьи. Не еще раз, а в первый раз покажу. Вот у нас показатель есть. Денежные средства. Мы ввели какие-то данные по нашим статьям. И в нашем показателе есть такая вещь, как связи показателей. И здесь можно настроить влияние статьи на этот показатель. Вот мы зайдем, допустим, в поступление. Вот у меня выбрана статья. Как она влияет на показатель? Приход. Коэффициент 1. То есть эта статья увеличивает на свою сумму этот показатель. Все остальные видите расход. То есть статьи расходные уменьшают. Все, вот так настраивается. Возвращаемся обратно. Мы выбрали денежные средства, но это не вся настройка. Я нажимаю на него еще раз, видите здесь значение. И оставлю начальный остаток. Начальный остаток будет отображаться за месяц. Здесь есть определенные отборы, но в принципе они нам сегодня не нужны. Кроме этого, можно привязаться и к фактическим данным. То есть здесь можно сделать не показатель денежных средств, а можно сделать так вот очистить, можно нажать производный показатель. Можно вытащить некие данные из показателей и вытащить... Извините, составить какую-то форму и вытащить данные, фактически сделав отбор по сценарию. Но мы опять же, мы сегодня это не рассматриваем. Поэтому мы делаем просто... Мы делаем наш показатель Денежные средства И ставим здесь начальный остаток. Завершить. Остаток денежных средств на конец периода Я ставлю тот же самый Показатель, но ставлю в нем Конечный остаток. Денежный поток По основной деятельности Я делаю производный показатель Потому что мне в нем надо посчитать Поступление, минус расходы Я ставлю производный показатель У меня появляется вот такое окошко Давайте его разверну Где я могу выбрать Статьи Я могу выбрать показатели Не финансовый показатель И ячейки То есть банально можно сделать Просто ячейки Поступление, минус расход Прямо В форме Как это выглядит Я могу так перетащить ячейку И мне предложат Выбрать ячейку Какую-то определенную Но мы не будем ячейки перетаскивать Я просто найду наши Статьи Вот они Я беру эти статьи Перетаскиваю Вступление, чтобы сверху было Вот это операнды Которые у нас создались Вот в этой форме Настраивается то Как будет все отображаться У нас появились наши операнды Поступление И расходы Ну тут сокращается название Вот наименование Можно посмотреть Я выделю все И вот так вот Перетащу в форму Вот неправильно Оно у меня перетащилось Поэтому я лучше По одному сделаю Я сначала поступление Перетащу А потом перетащу Расходы И соответственно Нужно Сделать какую-то формулу Поступление Я нажимаю на клавиатуре Минус То есть поступление Вот этот операнд Минус Операнды всех расходов Минус 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 И минус Слева можно увидеть Некие операторы Плюс-минус Он может делить Также какие-то Логические операторы Также какие-то Функции Условия Это аналог Если в Excel Ну и еще какие-то вещи Всем этим можно пользоваться Нажимаем завершитель Актирования То есть по сути Это разница Настроили Настроили разницу Также Здесь еще один момент Здесь можно настроить Этот денежный поток Нарастающим итогом Как это сделать Нужно найти Зайти в оперант И здесь будет настройка Смещение границы данных И здесь есть Такая вещь Как Значение для группировок Нарастающий итог И он будет отображаться Нарастающим итогом Почему я это говорю? К тому, что В принципе Начальный остаток И конечный остаток Если вы не привязываетесь К факту Если вы не привязываетесь К Вот этим движениям По статьям То в принципе Можно это сделать Просто математически Если мы отталкиваемся На начало периода От нуля Также Смещение периода Если мы делаем Допустим Нам нужно Вот в этом Первом месяце На остатках Денежных средств На начало Вытащить данные За предыдущий месяц Как это можно было бы сделать? На производном показателе Опять же покажу Можно было бы Добавить некую формулу Сделать Сочетание И сделать смещение Здесь есть смещение Периода Можно будет поставить Минус один Минус один Месяц Так вот И он будет вытаскивать А Смещение Он уже идет Смещение Одного периода В прошлое И Все Он будет Брать те данные Которые у нас В предыдущем месяце Нам сейчас Этого не нужно В принципе Все мы настроили Давайте посмотрим Что получилось Завершить редактирование Записать Видите У нас нет кнопочки Создать Экземпляр Потому что Мы делаем отчет Посмотреть вид отчета Нажимаем И нажимаем Сейчас он загрузится Что-то у меня там Это морозит Нажимаем вот так Январь-декабрь Нажимаем Выбрать И сформировать Вот наши данные У нас были какие-то данные До начала периода Почему? Потому что В этом показателе Денежном средстве В том числе Настроены Правила получения Фактических данных На начало периода Вытаскиваются Правила фактических данных Вот здесь настроены От оперативного учета От денежных средств И мы видим Что у нас появились На начало периода Какие-то цифры Мы видим Что у нас Доход Ну вот сумма Видите Некрасиво появилась Сумма Сейчас мы ее переделаем То есть Как это переделаем Я хочу Сделать так Чтобы у меня Вот эти суммы Конечные были Вот в этой строке Вот в этой желтенькой Я перехожу обратно И сумму Просто двигаю наверх Вот так вот Двигаю вверх В группе Нажимаю записать И еще раз сформирую Все Цифры появились Вот именно В этой строке Во-первых Наша Колонка С НДС Появилась В ней появились Какие-то данные Которые мы ввели Потому что Они зафиксированы И соответственно Те же самые данные Мы могли использовать Формулу Если нам нужно Где-то там Для БДР Или для Отчета Для Бюджета Реализации Или для бюджета Закупок Использовать НДС То вот Здесь можно Использовать его Например Вот так Мы видим Что у нас есть На начало периода Мы видим Что у нас Есть поступление Которое мы можем В принципе сложить Мы видим Денежный поток Разница 600 минус 500 Будет 100 Прибавляется 100 тысяч К начальному остатку То есть По показателю Все рассчитано И на следующий период Все это транслируется И увеличивается 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 То же самое Можно было сделать С аналитиками Допустим В общих хозяйственных В оплате Общих хозяйственных Расходов Есть аналитика Контрагенты Наверное Да Есть контрагент Соответственно Если бы мы добавили Сюда контрагентов Потом При планировании Заполнили бы При планировании Заполнили бы Эти данные С контрагентами То здесь бы В том числе Можно было бы Добавить контрагентов И смотреть данные По ним Это Тот Тот алгоритм Которым Можно создать Бюджеты В ERP То есть Мы Мы создаем Вид бюджета И на основании Него Мы можем Сразу вводить Данные В экземпляр Бюджета Ну и естественно Для вида Бюджета Мы можем Использовать Все Объекты Которые имеются В ERP Отчеты Процессы Нефинансовые показатели И так далее В экземпляре Бюджета Мы Фиксируем Данные В определенном Разрезе То есть Если мы Посмотрим На тот Экземпляр Бюджета Который Мы ввели Вот он У нас Здесь во вкладке Основное Есть тоже Некоторые Аналитики Есть аналитика Сценария По которому Будут фиксироваться Данные Есть аналитика Организации Кстати Вот про статус Не показал Здесь Отображаются Данные Сейчас Которые Утверждены Но В принципе Если нажать Вот эту Кнопочку Дополнительно К утвержденным Данам Учитывать Данные К утверждению В подготовки Будут Будут отображаться Все данные Все данные По экземпляру Бюджетов Со статусом В подготовке К утверждению То есть Если это Понадобится То можно Сделать так Это нужно На разных Этапах На этапе Подготовки Мы посмотрели Данные И на этапе Согласования Так Коллеги По ERP Пока все Вид бюджета Экземпляр Все Данные В системе Появились Мы можем Использовать Теперь По управлению Холдингом Переходим Управление Холдингом Мы будем Делать Тот же Самый Бюджет Тот же Самый Бюджет Нам нужно Зафиксировать Данные Расходные Нам нужно Чтобы это Было По месяцам Нам нужна Вот эта Колоночка НДС Которые Мы В котором Мы можем Ввести Не только НДС Но и все Что угодно Остаток На начало Остаток На конец Желательно Еще Подтянуть Факт В ERP Все это Можно сделать Теперь Мы берем Управление Холдингом И настраиваем Тоже самое Здесь Идем Бюджетирование Отчетность Виды Бланки Нажимаем Плюсик Создать Бюджет Мы Называем Его Ну Давайте Оперативный Бюджет Оперативный Бюджет Мы Убираем Эту галочку Историю Изменений Потому что Сейчас Она Не нужна Больше Мы Никаких Манипуляций Здесь Не проводим Нам Больше Ничего Не нужно Мы Нажимаем Записать И Открыть Конструктор Это Тот Конструктор В котором Будет Все Настраиваться Первое Есть Три режима Структура Аналитики Формулы Коллеги Секунду Извините Горло Пересохло В первой Форме Мы Настраиваем Колонки И Строки Во второй Делаем Аналитики В третьей Настраиваем Формулы Делаем Оперативный Бюджет Нам Нужно Давить Строки Но Здесь Можно Здесь Можно Просто Нажать И Начать Печатать Ту Строку Которую Я хочу Добавить Но Я не Очень Хочу Это Делать Ручную В Управлении Холдингом Есть Такая Вещь Как Копировать Из Буфера Обмена Я Просто Копирую Вот Эти Данные Нажимаю Вставить Из Буфера И Они Вставляются Мне Не Нужна Вот Эта Вот Строка Мне Нужно Опять же Мы Делаем Сначала Бюджет Который Вводит Данные Потом Делаем Некую Форму Которая Будет Консолидировать Вот Наш Наши Строки Нажимаем ОК Все Наши Строки Создались Нам При этом Нужны Колонки Нажимаем Колонки Колонки Копировать Не будем Мы Делаем Колонку НДС Процент Делаем Колонку Сум Мы До Периодов Еще не Дошли Нажимаем ОК Все У нас Есть Две Колонки Вот В каждой Этой Квадратике Это отдельный Показатель Создался Отдельный Показатель На пересечение Статей И Колонок Не Статей А строк В данном Случа Давайте Мы Добавим Аналитику Куда Нибудь Давайте Общехозяйственную Здесь Нет Статей То есть Такого Справочника Как В ERP Нет Здесь Все Решается За счет Именно Показателя Мы По сути Создали Вот здесь Вот Некий Показатель Все Мы Можем С ним Дальше Манипулировать В управлении Холдингом Это решается За счет Такого Объекта Как Показатель То есть Мы Если Нажмем Сюда Видите Показатель Отчета И Здесь Различные Данные Этого Показателя Здесь Мы Можем Как-то Его Настроить Кстати Если В ERP Можно Сделать Сумму И зафиксировать В системе Сумму Ну Можем Зафиксировать Сумму То Несмотря на то Что можно Сделать Даже Некое Строковое Значение В экземпляре То есть Вести Текст Можем Вести Текст Но Но Он Фиксироваться Нигде Не Будет То Это Просто Некий Текст Который Вы будете Вводить В экземпляре Виджета Но Подтянуть Его Нигде Нельзя В чем Отличие Управления Холдингом Это то Что Можно Показатель Сделать В четырех Видах В числовом Строковом То есть Символы Текст Цифры Неважно Знаки Прикинания Можно Сделать Датой Показатель И вывести И вы В экземпляре Бюджета Будете Вы В экземпляре Бюджета Будете Вводить Дату Либо Булева То есть Булева У вас Будет Галочка Стоять Вы Можете В экземпляре Отчета Уже Впоследствии Вводить Данные И Вместо Строки Или числа Нажимать Галочку Но Точнее Там Не галочка Там Да Либо Нет Вот В таком Формате Нас Это Сейчас Не Интересует Просто Сказал В чем Различие Число Мы Оставляем Число Мы Ничего Здесь Не Корректируем Мы Идем Аналитики И Добавляем Общехозяйственные Расходы Что Я Сделал У нас Есть Здесь Возможность Добавить 6 Аналитик Каждой Срочке Я Нажимаю Два Раза На Аналитику Номер Один И Ввожу Ищу Контрагента Я Хочу Ввести Контрагента Все У меня Появилась Аналитика Контрагента Дальше Я иду В формулу Расчета О формулах Расчета Я ничего Не делаю Потому что У нас Эти данные Для Ввода То есть Мы Должны Их Просто Ввести Мне Больше Ничего Не Нужно Здесь Делать У меня Все Настроено Это Будут Только Данные Для Ввода Мне Больше Ничего Делать Не Надо Выключаем Выключаем Но Как мы Видели В Так Не То Презентация У нас Есть Еще Другие Элементы Кроме Видов У нас Есть Еще Бланки Отчетов Что Это Значит Виды Отчетов Настраивают Показатели То есть Это Те Показатели Которые Мы Можем Использовать А Вот В Бланке Будут Уже Настраиваться То Как Это Будет Выглядеть При Вводе Данных Либо В Сводной Таблице Бланки Отчетов Бывают Трех Видов Простой Сводной Таблицы И Многопериодный Бланк Простой Практически Не 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 Будем Будем Использовать Многопериодный И В Конце Сводную Таблицу Делаем Многопериодный Здесь Он Уже Есть Мы Просто На Нем Нажимаем Он Пустой Нам Нужно Сделать То Сделать Форму Как Будут Вводиться Данные Самый Простой Способ Это Нажать Создать Макет Бланка Окей Здесь Будут Те Показатели Которые Мы Вводим Нажимаем Применить Мы Ничего Не Меняем Просто Вводим Данные Применить Все У нас Настроился По сути Ввод Данных Но Если Мы В таком Виде Продолжим Работать То Нам НДС Придется Вводить В каждом Периоде Или В каждом Месяце Как Это Можно Решить В данном Случае Разными Настройками Я Покажу Один Из Вариантов Как Это Можно Сделать Не Будем Сильно На Нем Останавливаться Просто Я Просто Покажу Что Это Можно Сделать Я Копирую Показатели НДС Вставляю Вот В эту Колонку Новую Которую Создал Вот Эти Значения Я Разбиваю Потому Что Для Оформления Нам Это Понадобится Разбить Разбить Я Копирую На Две Колонки НДС Мне Мне нужно Создать НДС Чтобы Он Вводился Смысл В чем Я не могу Просто Так Оставить НДС Он Будет В Многопериодном Бланке Так Как Это Многопериодный Бланк Требовать Указать Период Потому Что Все Показатели Должны Быть Многопериодном Бланке Привязаны К Периоду Сейчас Может быть Сложную Вещь Сказал На самом деле Про НДС То Что Я Делаю Можете Не Запоминать Это Один Из Вариантов Который У меня Был Там Пару Месяцев Назад Я Просто Решил Показать Теперь Я Нажимаю Я Выделяю Эту Колонку С НДС Нажимаю Создать И Область Аналитического Раскрытия Нажимаю Далее Здесь Добавляю Период Далее И вот Здесь Ставлю Период Начала Отбора Период Окончания Если Я Ставлю Так же То Он Будет Вводиться На 12 Месяцев Если Я За год Буду Планировать На каждый Месяц А я Поставлю Окончание Период Здесь Период Начала Отчета Период Окончания Отбора Период Начала Отчета Нажимаю Далее Далее Сформировать Все Он Создал То есть Что я сделал Я привязал Эту колонку Я удаляю Лишнее Я привязал Эту колонку Просто-напросто К Первому Периоду Отчета Соответственно Я Здесь Копирую Ставлю НДС Вот это Вот я все Стираю Мне это Не нужно Теперь Мне нужно Убрать Вот эти Колонки Я не буду Их удалять Потому что Если я их удалю Удалится В том числе Аналитический Разрез Я копирую Сумму И удаляю Вот так вот Вторую Лишнюю Сумму Может быть Сложные Вещи Говорю И вам Они Не понадобятся Просто Показываю Что такое Возможно Теперь Посмотрим Настроилось Ли у нас Как это Все будет Работать Нажимаю Записать И Закрыть Теперь Мы попробуем Ввести Эти данные Нам нужен Регламент Идем Бюджетирование Отчетности Регламент Подготовки Отчетности Нажимаю Создать Так Многопериодный Регламент Организационные Единицы Я поставлю Вот Группу Дельта Я оставлю Все остальное Удалю В группе Дельта Есть Некие Подразделения Это Организации Подразделения Отдельный Вопрос Можно Посмотреть Где-нибудь В другом Месте Нажимаю Записать И закрыть Все У меня Есть Регламент Который Я никак Не назвал К сожалению Я его назову Сегодняшним числом Списать Закрыть И создам Управление Отчетным Периодом Управление Отчетным Периодом То есть Нам нужно Мы определили По каким Организациям Будут вводиться А теперь Мне нужно Ввести Нужно создать Нужно открыть Период Скажем так В котором Я могу Вводить Данные Единственное Я еще Создам Сценарий Отдельный Сценарий Да Вот Вот Этот Скопируем Месячно Ну Он вообще Годовой Но Пусть Будет Месячно Сегодняшним Числом Я его Назову Больше Нас Здесь Ничего Не Интересует Я Просто Создаю Все Чтобы Просто Вводить По Отдельному Сценарию Идем Управление Отчетным Периодом Создать Нам Нужно Выбрать Наш Сценарий Уже Тема Других Вебинаров Все Он создался Нажимаем Закрыть И теперь Попробуем Ввести Наши Данные Бюджетирование Эземпляры Эземпляры Отчетов Нажимаем Создать Мы Мы Вводим Данные По Нашим По Всему Тому Что Мы Создали Вот Наш Оперативный Отчет Мы Ищем Наш Сценарий Месячный Периодичность Месяц Вот здесь Кстати Период Если я Выберу Просто Май Нажму Выбрать Видите Он Пишет Что Только Январь Декабрь Можно Выбрать Он Подставил Сразу Январь Декабрь Организационная Единица Поставлю Группа Дельта Отображать Многопериодный Бланк Ок Все Вот наши Данные Соответственно Что я Сделаю Я Введу Данные Те же Самые Которые У нас Были Здесь 100 Здесь Есть Кнопочки Как Вставить Вправо Так И вставить Влево Вот видите Я нажал Здесь Вставить Лево У меня Здесь Ноль Почему Потому что Здесь Есть Аналитика Контрагента Как Ввести Данные Нужно Нажать И ввести По какому Контрагенту Я хочу Ввести Данные Пустим Там 50 тысяч И Клиент 2 Тоже 50 тысяч Нажимаем ОК И вот Я В аналитике Смог Создать Некие Данные Я хочу Проставить НДС Я ставлю НДС И Хочу Чтобы Он был Везде Здесь 40 Это Не совсем Правильно Это Нужно Корректировать В виде Бланка Чтобы Не Отображалось Но Это Не проблема Это Можно Скорректировать Сейчас Не будем Этим Заниматься Я скопирую Данные Все 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 У меня Данные Введены Я Ввел Эти Данные Теперь Нажимаем Записать И Сокрыть Нам Сейчас Даже Статусы Не важны Потому Что Статусы Сейчас На нас Никак Влиять Не Будут Нам Нужно Создать Бюджет На основании Этих Дан Мы Идем В Виды И Бланки Создаем Новый Бюджет Нажимаем Называем ВДДС Сегодняшним Числом Все Записываем Идем В Конструктор Здесь Я Создаю Опять Строки Но Я Строки Могу Опять же Скопировать Я их Просто Копирую Не Трачу На это Время Вставляю Все Они У меня Последовательно Пошли Нажимаем ОК Создаю Колонки Создать Колонки Те же Самые Которые У нас Были И Сумма ОК Те же Самые Колонки Аналитики Сделаем Аналитику По Общехозяйственным Расходам То есть Сейчас Пока Я делаю Все То же Самое Что Делал До Этого В Том Бюджете Кстати Здесь Важно Смотреть Что за Аналитика Потому что Видите Контрагенты Три Штуки Вот Я Выбираю Ту Которую С Точечкой Это Предопределенный Тип Первоначальный Все Остальное Это Относится К другим Инструментам Контрагенты Идем Формулы Нам Нужно Сделать План Нам Нужно Сделать Так Чтобы Вытащили Все Те Данные И Потом Рассчитались Я Сначала Разберусь С По всем Я Просто Вытащу НДС За Общих Хозяйственные Мне Больше Нигде Ничего Не Надо Давайте За Коммерческие Вообще Вот За Коммерческие Я Хочу Вытащить Эти Данные Я Нажимаю Два Раза У меня Появляется Вот Такая Панель Это То Где Можно Настроить Источники Данных И Формулы Соответственно Я Могу Нажать Вот Эту Кнопку Вставить Ссылку Из Показателя Я Могу Выбрать Наш Оперативный Бюджет И Нажать Здесь Некий Показатель И Он Выберется Это Первый Способ Второй Способ Есть Добавить Оперант Здесь Будут Все Источники Данных Которые Можно Которые Мы уже Создали Можно Нажать Создать Появится Вот такая Вот Форма Здесь Можно Выбрать Показатель Отчета Текущей Базы Можно Выбрать Отчет Наш Отчет Потом Выбрать Показатель В принципе Появится Та же Самая Форма Нас Это Не Интересует Ну Мы Это Разберем Но Я Сейчас Сделаю Проще Я Просто Выберу Нажмаю На эту Кнопку Выберу Наш Бюджет И Выберу Коммерческие Расходы Нажимаю НДС И Нажимаю Завершить Редактирование Кстати Еще Один Момент Эземпляры Отчетов Вернусь Сюда И Покажу Вот Такую Вещь Как Отчет О Движении Документов То Те же Самые Записи Как В ERP И Мы Видим Что Вот Он Записывает За Вот Видите Значение НДС Он Записал Он Записал В Периоде Январь То есть Когда Я Привязывался К Началу Он Привязал Эти данные К такому Периоду Как Январь В ERP Периоды Это Предопределенные Такие Значения Это Месяца Недели Дни Года И так Далее В Управлении Холдингом Периоды Отдельный В этом Есть Такое Значительное Различие И В ERP Когда мы Создавали Нам Никаких Манипуляций Вот у меня Где экземпляры Экземпляр Бюджета Если я Посмотрю Движение Документа Вот Мой НДС Он Сразу Без Каких Либо Дополнительных Манипуляций Привязался К Периоду Январь Январь 23 А В управлении Холдингом Пришлось Сделать Вот такие Манипуляции Чтобы НДС Зафиксировался В какой-то Период Соответственно Если этот Показатель Если эта Цифра Где-то Понадобится То нужно Учитывать Что она Фиксируется Именно в Январе 23 Сейчас И при Расчете Формул Нужно Ссылаться Именно на Тот Период Где этот Показатель Содержится Так Вернемся К нашему Конструктору Мы сделали НДС Теперь нам Нужно Заполнить Давайте Увеличим Теперь нам Нужно Заполнить Все остальное У нас Есть Поступление Мы Нажимаем Поступление И делаем Сейчас Сначала То Что мы Можем Просто Вытащить То есть Данные Должны Заполниться Я нажимаю Вставить Ссылку Выбираю Свой Бюджет И Выбираю Тот Показатель Который мне Нужно Вытащить И Убираю Показатель Который Нужно Вытащить Я его Просто Выбираю Нажимаю Завершить Редактирование Давайте Зайдем И посмотрим Как он Выглядит Как Оперант Я Хочу Посмотреть Изменить Как Он Выглядит Как Именно Источник Дан Показатель Ссылка На Вид Отчета Ссылка На Конкретный Показатель Есть Определенные Отборы То есть Он Уже Установил Отбор То что Организация Должна Совпадать Период Должен Совпадать Сценарий Отчета Должен Совпадать Ну и Можно Установить На самом Деле Какие-то Другие Отборы Если Возможно Это Установить Типа Вид Операции Какой-то И так Далее Так Дальше Убираем Оплату Сырья То же Самое Заработную Плату То же Самое Оплата Общих Хозяйственных То же Самое Кстати Вот здесь Такая Особенность Вот видите Такие Круглые Фигурные Скобки Они Устанавливаются Тогда Когда Оперант Еще не Записан В системе Он Еще не Создан То есть Мы Как бы Выбрали Он Все Зафиксировал Но Он Еще Не Создан Если Нажму Так Вот Сохранить То Видите Квадратные Стали Скобки Это Значит Что Оперант Уже Есть Завершить Редактирование Камеры Коммерческие Не то Нажал Коммерческие И налоги Последние Не тот Бюджет И налоги Теперь Что следующее Нам нужно сделать Мы первое Что делаем Это делаем Формулы Первая Выплата Денежных Средств Простая Формула Мы Будем Фиксировать Итог По тем Данным Которые Есть Что Для Этого Нужно Сделать Можно Выбрать Каждый Показатель Данного И Приплюс Плюс 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 Но В принципе Мы можем Собрать Их В этой же Денежный Поток По Денежный Основной Деятельности Поступление Минус Расход Это Наше Поступление Минус Я нажимаю На Кавиатуре И Выплаты Это Наши данные Поступление Минус Расход Нажимаю Завершить Редактирование Теперь Теперь Остаток На начало Периода Откуда Мы Можем Взять Остаток На начало Периода Первое Откуда Мы можем Взять Это Фактически Остатки На начало Периода Дальше Но Видите У нас Только НДС И сумма А Периода Нет Как Настраивать Для Периода Формула Должна Быть Универсальная В данном Случа Формула Должна Быть Такая Чтобы Учитывалась При каждом Месяце Фактические Данные Давайте Создадим Источник Данных Я покажу Просто Как это Сделать Создаем Оперант И мы Здесь Можем Вытащить Кроме Показателей Можем Вытащить Данные Регистра Накопления Регистра Бухгалтерии То есть Фактически Из проводок Из проводок Или остатков По счетам Регистр Сведений Можем Сделать Произвольный Запрос Произвольный Запрос Это больше Программистам Можем Вытащить Данные Справочников Вот здесь Есть отличие Между Управлением Холдингом И ERP При Подтягивание Каких-то Данных В ERP Мы можем Подтянуть Не все Данные То есть Если я сейчас Открою Так Производный Показатель Мы можем Подтянуть Данные Бюджетирование Как таковые Статьи Показатели Можем Вытащить Некие Фактические Данные Если Вот мы Зайдем В статью Здесь Есть Правила Получения Фактических Данных Мы При Настройке Правил Получения Фактических Данных Можем Вытащить Статьи В данном Случае Можем Настроить Из Оперативного Учета Получения Фактических Данных И Из Регламентированного Ну и Из Международного Произвольные Данные Тоже Это Больше Программистов То есть Здесь Некое Различие В ERP Можно Фактические Данные Вытащить Из Оперативного Отчета И Регламентированных Отчетов Если Они Есть А вот В управлении Холдингом Мы можем Вытащить Не только Из Регистра Бухгалтерии Не только Бухгалтерские Но и Из Любого Регистра Накопления Из Любого Регистра Сведений Можем Вытащить Данные Вот здесь Отличие В управлении Холдингом Более Широкий Список Источников Из которых Можно Вытащить Данные Именно В Пользовательском Режиме То есть Пользователь Заходит И может Это настроить Дальше Что мы Делаем Мы можем Вытащить Фактические Данные Вот например Из бухгалтерии Регистр Бухгалтерии Мы можем Поставить Хозрасчетный Регистр Бухгалтерии Мы можем Вести 51 Счет И вот Так Сальдо Начальное Сальдо Начальное По дебету Или по кредиту Можем Сделать Отборы По Организации Но Единственное Там Есть Субконт Банковские Счета И статьи Можем Сделать Отборы В том Числе По ним И Вытащить Данные Фактически По 51 Или 50 Счету Именно Чтобы Остатки Были По счетам Если Это Если вам Нужны Остатки По Организациям То Можно Добавить Аналитику Организации И банковские Счета Если Прямо Это Нужно Но Для Этого Опять же Вы Если Будете Сравнивать План Факт То В плане Это Тоже Должно Быть А В Плане Вряд ли Редко Такое Случается Точнее Редко Когда Случается Ситуация Когда Нужно Вытащить Редко Когда Случается Ситуация Когда Банковские Счета Сохраняются На весь Период Вряд ли Их Никто Не Меняет Мы По факту Не будем Настраивать Сейчас Заморачиваться Но В принципе Это Можно Сделать Что Мы Здесь Сделаем Мы Кроме Факта То То Факт Будет И Нам Нужно Сделать Так Чтобы На второй Месяц Фирм Месяц Допустим От факта Мы сделали А нам Еще Нужно Сделать Так Чтобы На второй Месяц Учитывались Все Эти Движения И Вытаскивался Остаток На второй Месяц Остаток На конечный Период От первого Месяца То есть Два Месяца Нам Нужно Чтобы В феврале На начальном Остатке Был Конечный Остаток Января Поэтому Мы Что делаем Мы просто Нажимаем Вот так Ставить ссылку Показатель Отчета Этот же Показатель Отчета Мы убираем Остаток Денежных Средств На конец Периода Я нажимаю Сохранить Чтобы Скорректировать Этот Оперант Я нажимаю Добавить Оперант Я нажимаю Изменить И я В нем Делаю Отбор По Периоду Отчета Я хочу Чтобы он Тянул Данные За Предыдущий Период Соответственно Период Отчета Создвигом Нажимаю Здесь Ставлю Минус Один Записать И закрыть То есть Он Будет Тянуть Данные В месяце Не за Этот Месяц А за Предыдущий Все Я больше Здесь Ничего Не делаю Нажимаю Завершить Завершить Остаток Денежных Средств Я Ставлю Так Остаток Денежных Средств Это у Меня Начальный Остаток Плюс Плюс Поступление Минус Выплата Нажимаю Завершить Редактирование Кстати Вот здесь Важный Момент Можно Сделать Проверку Потому что По сути То что мы Сделали Может Системе Показаться Цикличным Потому что По сути Остаток Денежных Средств Наконец Зависит От Остатка Денежных Средств На начало При этом Остаток Денежных Средств На начало Зависит Вроде Как От Остатка Денежных Средств На конец Может быть Какая-то Ошибка Но Вот Вроде Все Правильно Все Я Здесь Больше Ничего Не Делаю Я Перехожу В Виды Бланки И Создаю Многопериодный Бланк Нажимаю Создать Нажимаю Макет Создания Применить У нас Появляется Вот Такая Форма Здесь Мы Делаем То же Самое С НДС Потому Что Если НДС Вытащить Он Будет Отображаться Только За Январь Но В Принципе Я думаю Вы уже Поняли Что Он Вытаскивается Я думаю Нам Необходимости Никакой Нет Отображать Поэтому Я Еще Раз Создаю Бланк Макет Бланка Да Я Просто Убираю НДС Ну Мы Понимаем Что Можно Вытащить Да Он Будет Там Только За Первый Период Но Сейчас Не будем Тратить На это Время Оставляем Только Сумму Какие Строки Можно Убрать Нажимаем Применить У нас Есть Контрагент Нажимаем Записать Закрыть И теперь Вводим Еще Один Экземпляр Отчета Нажимаем Создать Вот Не оперативный Бюджет А Другой НДС Убираем Наш Сценарий Тот же Самый Сценарий Месяц Вот Орг Единица Та же Самая Орг Единица Нажимаем ОК Здесь У нас Ничего Не заполнилось Нам Нужно Его Заполнить По Правилам Ну Кстати Вот Такой Момент Вот Я Нажимаю На Какие-то Строчки Они Я Не могу Здесь Ничего Ввести Почему Потому Что Я Когда Конструктор Что-то Делал Нажать На Любую Формулу Здесь Есть Такая Кнопочка Возможно Редактирование То Если Эта Галочка Не Стоит То Тот Показатель По Которому Есть Формула Корректировать Данные Чтобы Заполнить Мы Нажимаем Кнопку Заполнить Здесь Есть По Регламенту И Прочее По Правильному Нужно Нажать Прочее Посмотреть Правила Обработки Которые У нас Есть И Нажать Заполнить Отчет Но На самом Деле В данном Случае Нажать Прочее Или По Регламенту Ничем Не Отличается Если Нажму По Регламенту Будет Тот же Самый Результат Потому Что У меня Заполнение Чисто По Правилу У меня Никаких Других Правил Нет Что Мы Получили Что Мы Видим Январь Начальный Остаток Ноль Мы Из Факта Ничего Не Вытаскивали Поступление 600 Выплаты 500 По Оформлению Естественно Можно Сделать Какое-то Оформление Чтобы Вот Эти Стройки Были В Иерархии Выплаты Можно Это Сделать Можно Сделать Какую-то Группу Вот У нас Есть Контрагенты Которые Мы Вводили В Первом Бюджете Они Все Вытащились В Контрагентов Есть Оплата Коммерческих Расходов Есть Денежный Поток Который С месяц Месяц Один и Тот же Потому Что Цифры Одни и Те же Есть Остаток Денежных Средств На Конец Периода И Мы Видим Что Корректируется Остаток На Конец Периода В Зависимости От Предыдущего Периода Вот У нас Начальные Конечные Остатки Если Мы Добавили Сюда Какую-то Цифру На Начало Отчета То Эта Цифра Корректировалась С Учетом Начальных Остатков А Так Как Все Зависимо То Все Корректировалось Да это мы сделали бддс теперь последний наверное инструмент нажимаем записать и закрыть это сводные таблицы то что есть управление холдингом это сводные таблицы мы идем виды и бланки отчетов вот есть сводная таблица ее тоже можно настроить редактировать состав строк нажимаем и добавляем все строки все наши строки применить ничего не изображается потому что еще колонок нет добавляем колонки и добавляем колонку сумма применить все у нас появляется наш план но единственное что мы еще можем сделать можно редактировать расположение группировок можно вот это вот расположение периодов мы нажмем вот здесь настройках можно сделать по годам и полугодиям по кварталам нажимаем применить записать и закрыть и теперь нажимаем кнопочку перейти в режим отображения данных он ничего не отобразил потому что у нас неправильные отборы январь-декабрь сценарий этот месячный и другая организация группа наша группа дельта вот она группа дельта сформировать вот наши данные вот наши данные по месяцам суммируется по кварталам но по кварталам суммирование было бы актуально в бдр или в каких-то расходных или доходных бюджетах я просто показал что есть такая возможность если бы был бдр то это было бы там выручка расходы прибыль за квартал но здесь бдс это не очень актуально вот но можно посмотреть суммы по какой-то строке вот здесь кстати такой момент у нас нету видите аналитик я выключу все это перейду обратно группировки аналитик это у меня контрагент есть я его перетащу вот в строке применить ведь у меня контрагенты появились по общехозяйственным расходам записать закрыть еще раз это поражу здесь суммирование есть по кварталам по полугодию видите появилась я ничего не настраивала она сама появилась третий квартал четвертый за за второй полугодие за год то есть если бы это был бдр то это было бы актуально в чем отличие еще одно здесь данные давайте более наглядно я по оперативному бюджету покажу оперативный бюджет так вот сделаем тоже сводная таблица по оперативному бюджету те же самые манипуляции те же самые абсолютно группировки записать закрыть и отображу вот видите все данные отобразились в чем отличие сводной таблицы от отчетов в erp сводная таблица предназначена не только для отображения данных но и для их корректировки вот эти вот эти данные у меня вывелись от наших первоначальных данных по бюджету который мы ввели я могу нажать два раза ведь он предлагает мне скорректировать их если я здесь скорректирую эти данные они скорректируются в бюджете допустим у меня вот здесь за февраль по оплате сырья будет не сто тысяч а допустим 300000 вот все я скорректировал 300000 теперь я хочу отобразить раскрытие а мне ничего не покажет нет по формуле нет применить я нажму теперь я перейду в экземпляр отчетов наш оперативный план видите здесь цифра скорректировалась здесь было сто тысяч а стало 300 миллионов вообще 300 тысяч хотел но получилось 300 миллионов то есть для чего нужна сводная таблица нужно не только не как отчет не только как отчет как вывести данные но и для того чтобы скорректировать их оперативно то есть вы можете вывести все данные которые вам вывели подразделения их скорректировать оперативно но опять же почему я не смог скорректировать данные в сводной таблице по бддс у потому что там тоже самое Там стоит формула, и в формуле нет галочки, что можно корректировать это значение. Поэтому я ее скорректировать не смог. А здесь, пожалуйста, галочки такой нет, данные просто вводятся. Я могу их скорректировать. Это ключевые отличия. То есть, в управлении холдингом, как мы посмотрели, есть виды бюджетов, которые настраиваются. Вот такой вот конструктор. Есть для создания нужно сделать регламент. Подготовки отчетности. Нужно открыть период. То есть, в регламенте мы обозначаем подразделение, по которому будут вводиться данные. Можно, соответственно, открываем период, в котором будут вноситься данные. И после этого мы создаем экземпляр отчетов по этим данным. В ERP мы делаем вид бюджета. По нему вводим данные. То есть, немного проще. Немного проще, но другие нюансы в разных системах. Здесь надо понимать, для чего предназначена та или иная система. То есть, ERP изначально предназначена для таких производственных предприятий, а управление холдингом отчасти предназначено для консолидации данных. Поэтому там и другая система. Тут не надо настраивать статьи, не надо настраивать отдельно показатели их влияния. Здесь вот именно просто создаешь форму, настраиваешь именно отображение показателей. Так, коллеги, у меня все. Теперь мы просмотрели ERP, посмотрели, как настраивается ERP, посмотрели управление холдингом, как настраивается управление холдингом, в том числе заполнение от разных бюджетов. На сегодня все. Давайте перейдем к вопросам, если они есть. Где посмотреть сравнение план-факт? Был вопрос. Если мы говорим про ERP, здесь можно настроить план, как я показал. Факт настраивается, допустим, в статье можно настроить факт. Правило получения фактических данных будет факт. Вот видите, оперативный учет, фактические данные. Правила фактические данные. Мы настраиваем либо от оперативного учета, либо, что чаще, от регламентированного учета. Указываем здесь какой-то счет. Тип итога, оборот, дебет, оборот, кредит и так далее. Делаем отборы, заполняем аналитики, если они есть. Соответственно, мы делаем настройки, и можно вывести в вид бюджета эти данные. Как это делается? Настроить ячейки. Это у нас отчет. Допустим, мы хотим видеть не план, а факт. Я нажимаю вот так вот этот элемент. Здесь есть отбор по сценарию. И я ставлю сценарий равно фактические данные. После того, как я нажимаю завершить редактирование, завершить редактирование, все здесь сохраняю, то в отчете будут отображаться фактические данные вот в этой колонке, вот в этой ячейке, вот в этой строке. То же самое можно сделать в простом бюджете. Вывести план отдельно, отдельной колонкой, вывести факт отдельной колонкой, и сравнение. Как это будет выглядеть. Ну вот, например, группа. Так вот, две колонки. В этой будет отображаться план. Ну это если сложная таблика. Так, план, факт. Можно добавить так вот формулу по группе, а здесь будет не сумма, а отклонение. Допустим, вот такое отклонение, и процентное отклонение. И он будет отображать. В плане у вас будет настроен план, факт и факт. Если сделать, допустим, простую таблицу, то это будет выглядеть примерно так. То есть, берем период за месяц. Берем... У нас есть сценарий. Мы добавляем вот в месяц, мы добавляем, допустим, два сценария. Основной помесячный и фактические данные. Вот так вот два сценария добавляем. Здесь все. Вот план, вот факт. Но, в принципе, можно сделать некую группу тоже, перекинуть план, факт, добавить формулу по группе, то же самое будет отклонение. Отклонение сделать. Можно такое отклонение, можно суммовое, можно носительное. Все будет то же самое. В каждом месяце у вас будет это отображаться. Надеюсь, ответил на вопрос. Коллеги, больше вопросов нет. Надеюсь, ответил на все вопросы. Как-то не вовремя у меня опять что-то зависло. Надеюсь, ответил на все вопросы. Надеюсь, было полезно. Коллеги, спасибо за внимание. Удачного окончания дня. Если что, обращайтесь к нам. Мы поможем вам настроить, что в ERP, что в управлении холдингом. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Продолжение следует...